Великую пророку Илье Илья был пророк И какой-то наш страх срабатывает И мы приходим, чтобы помолиться Чтобы не наказал нас Илья пророк То же есть и это Это большое у нас в жизни заблуждение Очень часто мы к Богу относимся Не как к тому, кто любит А как к тому, кто наказывает А это наказывает нас не Бог Наказываем мы сами себя Потому что любой грех Так или иначе разрушает здоровье Любой грех разрушает отношения между людьми Поэтому возникают проблемы Возникают осложнения Возникают конфликтные ситуации Возникает море проблем И причем здесь Бог Много других явлений Которые мы сами создаем Которые потом нам портят нашу жизнь А мы считаем, что Бог нахожусь Да я останусь, я наказал в первую очередь Теперь по поводу Ильи пророка Так Илья пророк Молился Богу Чтобы Господь На три народа Чтобы наказал Причем сильно, чтобы наказал Чтобы был голод Засуха была три года с половиной Три года шесть месяцев Он молил Бога И Бог по его молитвам Дал засуху страшнейшую Люди мучились Люди умирали Почему Илья не спросил Такое жестокое С нашей точки зрения Негуманное наказание Для своих Ну Суплевенников Для евреев Почему? А все очень просто Он видел Насколько это люди Далеки от Бога Насколько им Бог не нужен До какой степени С Богу Прагматический подход Дай Господи Помоги Господи Все, больше мне не нужен Господи То есть Упрямство Жестоковыенность И погруженность В свои земные дела И несчитание с Богом Я почему на это делаю акцент Потому что Сейчас как раз у нас Именно такая Психологическая атмосфера В нашем обществе На сегодняшний день То есть мы сейчас Поверили в сказку О том, что сейчас все верующие О том, что надо по-русски в церкви И при этом Остаемся почти что Атеистами Потому что Живем так, как живется Делаем то, что хочется Грехи творим, какие хочется Так А чтобы совесть не мучила Ну я вроде не убил никого Я вроде так Гольбитцы там соблюдают Или же Чтобы совесть не мучил Что у нас здесь Главное Я верую в душе Все остальное Им прилагательное Так вот Тогда люди Точно так же Вот еврейский народ Точно Пал в такое же самое состояние И поэтому Илья Пророк Будучи Глубоко верующий Любя очень сильно Бога И очень сильно Любя свой народ Любя У Бога И спросил Это жестокое наказание Для чего? А потому что Как бы детей маленьких наказывать То есть не такое Через голову Значит доводим Через другое место Кстати Библии сказано Бей ребенка в молодости Получишь утешение в старости А сейчас мы что слышим? Ах Это же рукоприкласс Уже не гуман А сейчас Законы ввели такие Что он на тебя в суд Может подать Оказывается Вот Ну что мы дожились И воспитать Оказывать нельзя А он через голову Не хочет Так А через другое место Закон Уже начинает запрещать И что мы вырастим? От вырастим Но это уже другое дело Так вот Тогда люди точно так же Как малые дети Упрямые Настырные Непослушные Нежелающие Исполнять Святую волю Божию Желающие Грешить И при этом Жить хорошо И Бог Их терпел Очень много Но Илья Видит что Они Нарушают Святую волю Божию Оскорбляют Оскорбляют Имя Божие Самого Бога Оскорбляют А самое главное Губят Свои бессмертные Души Вот что самое страшное Уничтожает их Прямую дорогу В ад Поэтому Он Любя их У Бога Просит Любя Бога Между прочим Очень сильно любя У Бога Просит Для того чтобы они Господь чтобы их наказал Чтобы они Не могли Оскорблять Имя Божие Из-за того чтобы наказал Для чего? Чтобы они Через муки Физические Покаялись Покаялись И не попали В ад Вечное мучение Почему Бог В потопе Людей уничтожен Потому что Настолько Упрямство Гордыня Стравтивость А также Борьба с Богом Настолько Была большая Что Пришлось Народ уничтожить Физически Чтобы спасти И души Потому что Иисподи Стали жить Но они все Просто Пополнили бы Ад Пополнили бы Бесом А до того Господь уничтожил Чтобы спасти души Пускай здесь Помучат Пускай здесь Погиб Зато души Спасутся Точно так же Илья Пророк Просил Бога Чтобы Господь Разумил их Через муки То есть По другому Не доходит И что мы видим Год проходит Засыпи Народ Не кается И Бог Не нужен Умирают уже А К Богу Не обращаются Не нужен Бог Принципиально Перед Богом На принцип Пошли Два года Проходят Мрут Как мухи Уже Не каются Перед Богом Принцип Показывают Перед кем Перед Соза Три года Опять Принцип Так жестоко Наказание Или Закономерное Закономерное И только Через три с половиной Года Народ начал Каяться И Бог Дал им дожди И начал Урожать То есть Вот Насколько были Жестоковыны Упрямые Страхтивые Настырные люди Сейчас Да почти То же самое И сейчас Каждого Только что Бог Нас сейчас Разумевает И коллективно И каждого По отдельности Насчет коллективно Давайте Посмотрим То наводение То поток То снег В июле Завалил Там не помню Швейцария Нигде Так Тут поток Тут еще Чего Постоянно В одном штате В Америке Пожары Потому что За 40 температур В другом Мороз Снег Трактора Не справляется Границ Был Год 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 Вот Нас Бог Всех У нас Погода Не помечу Но это Ладно И каждого Каждого Так или иначе Жизнь Бьет Через детей Через себя Через свои Плохие Отношения Между мужем И женой Через Проблемы На работе Через все Через болезни Но мы И хотим Потому что мы Нарушаем Святую Волю Божию Ну и что Вокруг меня Все виноваты Кроме меня У меня Все плохо И в семье И с детьми И на работе И еще Где-то И больные Потому что Вокруг все Плохие Вокруг все Плохо А если И придумать Нечего Что плохо Хорошая Говорочка Нам сейчас Девушка Гениальная Порчу Навели То есть Я хороший Ну я А упала Какая-то Порча У меня Откуда-то А я хороший Так что Грешим дальше Ничего страшного По-моему Энкологическое Деградация Нравственной Духовной Моральной Как те Евреи В годы Ильи Прохорь И Бог Опустил Потому что Илья молился Но Бог Может и сам Опустить А может и Илья на небесах Помолиться Чтобы нас По любви к нам Потому что Раз мы Не хотим Исправляться Расскажет Не хочет Менять свой характер Значит Он будет У Бога Это просил Чтобы мы Потом Рано или поздно Попали в царское место Пускай через Буки здесь Хотя Можно жить И здесь Нормально Хорошо И там Хорошо Но этого Мы не хотим Поэтому Здесь будет плохо Чтобы там Было хорошо Редактор субтитров